Здравствуйте! Мы продолжаем в Минске чтение. Сегодня я хочу познакомить вас с одним из самых любимых моих рассказов Ивана Алексеевича. Называется «Смарагд». Начинали синие чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а вокруг высокой луны голубых. Приглядишься, и облака плывут, луна плывет, и близ нее вместе с ней льется золотая слеза. Луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезда. Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх. Глава мне немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен. Какого цвета это? Какой это цвет? Не могу определить. А вы то ли можете? Цвет чего, кисок? Не зовите меня так. Я уже тысячу раз говорила вам. Слушаюсь, Ксения Андреевна. Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет. И страшный, и дивный. Вот уж правда небесный. На земле таких нет. Смарагд какой-то. Раз он небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видала. Вам просто нравится это слово? Да. Ну, я не знаю. Может, не смарагд, а яхонт. Только такое, что верно только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, Божий престол, золотые гроши, наверное. Какой вы испорченный, Толя. Правду говорит Мария Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека. Сама истина глаголит ее устами киса. Платится на месяц, да рябенькая, а шмаки дешевые. Икры колени полные, деличьи. Круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад. Он подет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и полушутя целует, пряткает ее губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена. Что такое? Мы обиделись. Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив кубок, удерживает слезы. Да в чем дело? Ах, оставьте меня. Да что случилось? Она шепчет. Ничего. И соскочив с подоконника, убегает. Он сжимает плечами. Ну, голуба, голуба, до святости. Третий октябрь, 1940 год. Третий октябрь. Сęб Oczywiście. Продолжение следует...